В соцсетях можно наблюдать сотни видео из заграничных супермаркетов. Километровые в прямом смысле очереди на кассах, раскупленные крупы и полное отсутствие парковочных мест у магазинов. А что тем временем у нас? Перед въездом в магазин огромное скопление машин. А в самом супермаркете совсем пусто. В одном из самых популярных гипермаркетов Одессы паники по-прежнему нет. На парковке множество пустующих мест. Люди приходят в магазин со стандартным списком покупок. Правда, полки некоторые все же пустуют. Вот что осталось от макарон. Мы видим несколько пачек, которые лежат на полках. Хоть и ряды с популярными среди покупателей товарами пустуют, при лавке с туалетной бумагой и макаронами никто не атакует. То есть много не закупаете, да? Вы не переживаете насчет того, что не будет потом? Почему? Не переживаете? Нет, ничего. Люди не переживают. Есть и посетители с набитыми доверху тележками. Но они утверждают, что всегда столько покупают. И от эпидемии это не зависит. Мы покупаем всегда так. Мы на оптовом или здесь отовариваем. У нас есть возможность, мы и приезжаем, просто делаем. То есть для нас это обычный стандартный вариант, как базар, не более того. Мы в панике не подаемся, но это на три семьи. Вы на три семьи, а как обычно приехали в магазин, ничего необычного? Ничего обычного, да. Как мы видим, многие полки, особенно с гречкой, в магазине пустую. Люди все-таки, возможно, больше боятся не самого вируса, а то, что закончатся продукты на полках магазинов. Купаем не потому, что вирус, а потому, что просто может не стать продуктов. Мы пришли просто купить продукты. Итог. Дефицита продуктов и средств гигиены в магазинах пока нет. Сотрудники супермаркетов регулярно пополняют запасы товаров, которые закончились. Очереди на кассах тоже нет, поэтому некоторые даже не работают. Большинство одесситов, видимо, решили не паниковать и сохранять спокойствие, чтобы затем продукты не пришлось выбрасывать. Нарина Щеглова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».